Они отошли, все ангелы господня являются во сне Иосифа и говорит Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет И там был до смерти Ирода, да сбудется, реченный Господом через пророка, который говорит Из Египта возвал я сына моего Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгонявался И послал избить всех младенцев Ефлеем и во всех пределах его От двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопли великий Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте И говорит, стань, возьми младенца и матерь его иди в землю Израилеву Ибо умерли искавшие души младенца Он стал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего Убоялся туда идти, но, получив во сне откровения, пошел пределы галилейские И придя, поселился в городе, называемом Назарет Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется Слава Тебе, Господи, слава Тебе Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь Получение Анна Златоустого Рассуждение о добродетели Пусть никто не обвиняет Бога за то, что не все обращаются к Нему Ибо не от призывающего происходит неверие, а от неповинующихся Но скажешь, можно было бы привести и нежелающих? Нет, Бог не делает насилия или принуждения И кто, призывая их почестям, венцам, пиршествам и торжествам Станет влечь кого-нибудь против воли и связанного Никто, потому что это свойственно принуждающему В гиену он посылает против воли, а в царстве призывает добровольно В огонь ведет связанных и плачущих А к бесчисленным благам не так Ибо самые блага не были бы вожделенны Если бы они по свойству своему не были таковы Чтобы к ним стремились добровольно и по сознанию великого и достоинства Почему же, скажешь, не все стремятся к ним? По своей немощи А почему он не избавил их от немощи? Как же, скажи мне, и каким способом следовало бы избавить? Не создал ли он творений, которые возвещают о его человеколюбии и силе? Небеса проповедуют славу Божию Не посылал ли пророков? Не призывал ли и не награждал ли почестями? Не совершал ли чудес? Не дал ли закон описанного и естественного? Не послал ли сына? Не послал ли апостолов? Не творил ли знамений? Не угрожал ли гиену? Не обещал ли царствие? Не повелел ли сиять солнцу ежедневно? Не легки ли и удобо исполнимы его заповеди? Так что многие силую любомудрие превышают его предписания? Но почему, скажешь, он не сделал для нас естественным знаний и добродетель? Кто говорит это? Язычник или христианин? И тот, и другой, только не в одном и том же отношении Но один возражает касательно знания, другой жизни Скажем наперед, к нашему Ибо я говорю не столько к внешним, сколько к собственным нашим членам Что же говорит христианин? Следовало, говорит, вложить в нас познание добродетели Он и вложил Ибо если бы не вложил, то откуда мы узнали бы, что должно делать и чего не должно? Откуда законы и судилища? Но не знание только, говорите, а самую деятельность За что же ты стал бы получать награды, если бы все происходило от Бога? Скажи мне, если ты и язычник согрешаете, то одинаково ли наказывает вас Бог? Нет Ибо ты имеешь преимущество по причине знания Что если бы теперь сказали тебе, что несмотря на знания, ты язычник, достойный одного и того же Ты не обиделся ли бы? Конечно так Ты сказал бы, что язычник мог внутри себя найти знания, но не захотел И если бы он сказал, что Богу следовало вложить в нас знания естественным путем То не будешь ли ты смеяться над Ним? И не скажешь ли Ему? Почему же ты не искал? Почему не старался, как я? Не восстанешь ли против Него с великим дерзновением? И не скажешь ли, что крайне безумно обвинять Бога, будто Он не вложил знания в нашу природу? Скажешь это потому, что касательно знания у тебя все исправно Если бы было все так же исправно и касательно жизни, то ты не стал бы задавать таких вопросов Но так как ты не тверд в добродетели, то и предлагаешь такие безумные рассуждения И как можно сделать добрым по необходимости? Тогда стали бы состязаться с нами в добродетели и бессловесные животные И с коих некоторые воздержнее нас Но скажешь, я желал бы лучше быть добрым по необходимости и не получать никаких наград Нежели быть злым по произволению и терпеть наказания и мучения Но невозможно быть добрым по необходимости Если же ты не знаешь, что должно делать, объяви, тогда мы скажем, что следует сказать А если знаешь, что невоздержание есть зло, то почему не убегаешь зла? Не могу, говоришь ты Но другие люди, совершившие такие великие подвиги, осудят тебя и заградят тебе уста с великою силою Ты, может быть, и жену имея не соблюдаешь зла мудря, а другой и не имея жены хранить совершенную чистоту Какое же ты имеешь оправдание, не соблюдая меры, тогда как другой восходит выше заповеданного? Но я, говоришь, не таков по своей телесной природе или расположению Нет, потому что не хочешь, а не потому что не можешь Я утверждаю, что все способны к добродетели Ибо кто чего не может сделать, тот не может и в случае необходимости Если же кто в случае необходимости может, а без нее не делает, тот не делает по произволению Например, летать и подниматься к небу человеческому телу трудно и даже невозможно Поэтому если бы какой-нибудь царь повелел делать это, угрожал смертью и говорил Тех, которые не летают, повелевают сечь, сжечь или подвергать чему-нибудь подобному То послушался ли бы кто его? Нет Потому что это невозможно для нашей природы А если бы то же сделано было касательно целомудрия И приказано было бы невоздержных наказывать, сжечь, сечь, подвергать бесчисленным мучениям То не стали бы повиноваться приказаниям многие? Нет, скажешь Потому что и теперь существует закон, повелевающий не прелюбодействовать Но не все повинуются Не потому что закон бессилен Но потому что многие надеются укрыться Если бы при том, кто покушается на прелюбодеяние, присутствовали законодатель и судья То страх был бы силен прогнать похоть Если даже я представляю другую меньшую необходимость Например, возьму его от любимой женщины, связавшей за пру где-нибудь То и тогда он будет в состоянии преодолеть себя И не потерпеть ничего худого Итак, не будем говорить, что такой-то добр по природе, а такой-то зол по природе Ибо если бы кто был добр по природе, то никогда не мог бы сделаться злым А если бы был зол по природе, то никогда не сделался бы добрым Между тем мы видим быстрые перемены Люди впадают то в то, то в другое И переходят от одного к другому Это можно видеть не только в писаниях, где, например, мытари становятся апостолами Ученики предателями, блудницы целомудренными Разбойники добрыми, волхвы поклонниками Нечестивые и благочестивыми, как в новом, так и в ветхом завете Но и каждый день можно видеть множество подобных случаев Если бы добро и зло были естественны, то таких перемен не было бы Так мы, чувствительны по природе и при всем старании, никогда не сделаемся нечувствительными Что свойственно природе, то не выйдет из природы Никто, имеющий нужду во сне, не перестанет спать Никто, подвергающийся тлению, не избавится от тления Никто, алчущий, не достигнет того, чтобы никогда не алкать Почему это не становится нам вину А мы сами за это не укоряем себя Никто укоризну другому не говорит О, тленный, о, чувственный Но всегда или при любодеянии, или блуд Или что-нибудь подобное мы поставляем на вид обвиняемым И за это приводим их к судям Которые осуждают и наказывают А за противное тому награждают Итак, из того, что мы делаем между собой И что делают с нами судьи Из того, что мы написали законы и осуждаем самих себя Хотя бы не было против нас никакого обвинителя Из того, что от нерадения становимся хуже, а от страха лучше Из того, что видим других добродетельными И восходящими на высоту любомудрия Очевидно, что в нас находится возможность добродетели Для чего же многие из нас напрасно обочают себя Холодными извинениями и предлогами Не только не заслушивающими прощения Но и навлекающими на нас тяжкое наказание Тогда как следовало бы пищися добродетели Имея перед глазами тот страшный день И потерпев немного достигнуть неувидаемых венцов Эти извинения не принесут нам никакой пользы Рабы нам подобные, успевшие в противном Осудят всех согрешающий Жестокого, милостивый Злого, добрый Дерзкого, кроткий Завистливого, дружелюбный Чеславного, любомудрый Нерадивого, усердный Развратного, целомудренный Так совершил Бог суд над нами Совершит Бог суд над нами Разделив нас на две стороны И одних удостоит похвалы А других наказания Впрочем, да не будет никто Из присутствующих здесь В числе наказуемых и мучимых Но в числе венчанных и получающих Царствие Божие Которого досподобимся все мы Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа С которым вместе со Святым Духом Слава, держава, честь Ныне и присно и во веки веков Аминь